Мастерская прекрасных глаз Счастлив врач, если следуя ей, он вылечит десятки, сотни больных А если счет идет на миллионы? Да, именно миллионы людей могут обрести нормальное зрение Благодаря идеям знаменитого офтальмолога, профессора Святослава Федора В наше время даже называется информационной стадией развития человечества Миллиард людей нуждается в тех или иных глазных операциях или лечении глаза Но как это все сделать? По-видимому, нужно идти тем путем, по которому мы пошли Сделать так, чтобы ту музыку, которую мы здесь пишем по новым операциям Ту технологию, которую отрабатываем, мы должны распространять через своих оркестрантов Через свои оркестры, через свои филиалы, спутники нашей клиники Которые также оборудованы теми же врачами, теми же аппаратами И мы сегодня в Советском Союзе заканчиваем 12 таких центров И начинаем строить где-то около 4 центров за рубежом Прекрасные глаза каждому Это не только девиз, но и конкретная программа, к реализации которой Святослав Федоров шел десятки лет Начиная с того, теперь уже далекого дня Когда для первого из его пациентов наступил незабываемый миг прозрения Начиная с борьбы за признание его первых искусственных хрусталиков Которые затем стали лучшими среди аналогичных моделей Но для того, чтобы счет пошел на миллионы Чтобы в Московский институт микрохирургии глаза Возглавляемый Федоровым Устремились люди со всего мира Понадобился целый комплекс идей и решений Речь идет о создании офтальмологии 21 века О разработке и массовом применении еще небывалых методик Для хирургического лечения практически всех глазных болезней В том числе для коррекции самых распространенных дефектов зрения Несколько легких радиальных надрезов Чуть-чуть изменяют кривизну роговицы И человек навсегда избавляется от близорукости Впервые в мире в институте Федорова Был применен такой метод коррекции дальнозоркости Как термокоагуляция После того, как на роговицу наносят безболезненные микроожоги Она становится чуть более выпуклой И этого достаточно, чтобы вернулось прекрасное зрение А точки быстро заживут и исчезнут Универсальным и эффективным хирургическим инструментом оказался лазер Он прижигает ткани Сваривает сетчатку Применяется для лечения глаукомы Он позволил офтальмологии увидеть новые перспективы Эксимерный лазер уже заменяет скальпель Он испаряет ткани И придает роговице заранее рассчитанную форму Следующий шаг Компьютерная диагностика Исчерпывающая информация о заболевании глаза И состоянии больного Конечно, томограф видит больше, чем самый опытный диагност Вместе с этим в практику внедряются наиболее современные материалы Для интроокулярных линз Сегодня применено покрытие, блокирующее ультрафиолет И предохраняющее от него сетчатку глаза Новый уровень лечения потребовал создания специальных пакетов программ Для всех видов операции Теперь компьютер выдает врачу и точный диагноз И оптимальную схему операции Одновременно шла разработка новейших инструментов Здесь даже не микроны, а ангстрены Сверхострое алмазное лезвие Вы видите его при большом увеличении Наносит разрез по межмолекулярному слою И потому глаз заживает намного быстрее, чем обычно Создав единое целое из уникальных методик Компьютерной диагностики Тончайших инструментов Профессор Федоров реализовал и самую необычную свою идею Автоматизированную линию прозрения Операционная и конвейер Непривычно Но при этом исключительно эффективно и надежно В несколько раз сокращается как время операции Так и риск послеоперационных осложнений Все это вошло в стройную Тщательно проработанную Испытанную на практике систему Которая могла бы в ближайшее время Избавить человечество от разнообразных дефектов зрения Подсчитано, что для этого на планете Надо построить примерно 600 специализированных Автомологических центров Задача облегчается тем, что подобные центры уже созданы Это построенные в СССР В регионах с населением в десятки миллионов человек Филиалы комплекса микрохирургии глаза В Чебоксарах В старинном волжском городе Где молодой врач Святослав Федоров Впервые имплантировал Искусственный хрусталик Был построен первый типовой Автальмологический центр Его структура Организация лечебного процесса Совершенное оборудование Явились зримым воплощением Федоровской системы Главное звено такого центра Операционный блок Именно здесь обретают нормальное зрение Десятки тысяч людей Оригинальная компактная схема конвейера Операционные столы Расположенные в виде лепестков цветка Подсказали название Ромашка Такой автальмологический центр Есть не что иное, как типовой модуль Здесь и больничный комплекс И гостиничный Все рассчитано по минутам И все идет именно так, как рассчитано Оказывается, возможен не только операционный конвейер Но и диагностический Снова впервые в мире у Федорова И пациента довольны Не надо ходить из кабинета в кабинет Приборы передают данные измерений компьютеру На каждый глаз заполняется электронное досье Когда обследование завершится Компьютер уверенно поставит диагноз И даст такую схему операции Которая обеспечит наилучший результат Что скрывать? В свое время многие отрицали саму идею конвейера в медицине Больные, мол, привыкли к традиционной схеме Один врач, один пациент И даже для автора идеи Оказалась отчасти неожиданной Та популярность, которую завоевали линии прозрения Это не случайность и, конечно, не мода Пациенты стремятся сюда Зная, что поэтапная операция исключает ошибки Ведь хирурги как бы контролируют друг друга И, кроме того, решая локальные задачи Каждый из них быстрее достигает уровня экстракласса Между тем, что все импущено В медицине система профессора Фёдорова стала подлинной сенсацией. С ней спешили познакомиться специалисты разных стран. В комплексе микрохирургии глаза открылись курсы для советских и зарубежных врачей. Налажен экспорт аппаратуры, инструментов и лицензий, оригинальных методик и ноу-хау. Следует заметить, что новое рождается здесь постоянно. Вот лишь один пример. Использование силикона для изготовления хрусталиков. Силиконовый хрусталик идеально пластичен. Он во много раз легче естественного и на 40% прозрачнее. А главное, силикон не отторгается тканями глаза. Учтите также, что естественный хрусталик с годами теряет прозрачность, а искусственный никогда. Использование силикона помогло создать новую методику лечения миопии высокой степени. Так для человека вновь открывается все фантастическое многообразие мира. Вы помните, в начале нашего фильма профессор Федоров говорил о том, как сделать его систему доступной всем людям. объединенные Арабские Эмираты, Дубай. В этой стране комплекс микрохирургии глаза пользуется признанием уже много лет. Только раньше пациентам приходилось летать в Москву. Теперь можно обойтись без такого путешествия. Сюда, как и в другие страны, из Института микрохирургии глаза приглашены высококвалифицированные специалисты. Их знания, их искусство получили самую высокую оценку. В то время, когда снимался этот фильм, исполнилась еще одна мечта профессора Федорова. Мечта о плавучей клинике, которая совершала бы рейсы по всему миру. Теплоход клиника воплотил в себе все лучшее, чем располагает комплекс микрохирургии глаза. Сейчас жителей арабских стран трудно чем-либо удивить. Но и на них теплоход произвел большое впечатление. Прибытие его ждали с особым нетерпением еще и для того, чтобы попасть на прием к знаменитому хирургу. А теперь представьте себе, какой уверенностью и энергией надо обладать, чтобы создать все то, что удалось профессору Федорову. Он начинал с крошечного отделения в провинциальной больнице. Упорно отстаивал все свои идеи. И побеждал. Потому что его начинания блистательно подтверждались практикой. Давно ли все это считалось чем-то из области грез? Но, как видите, это реальность. Четкая, как работа плавучей клиники. Здесь обследование по полной программе отнимает у больного всего лишь несколько часов. Сама операция проходит быстро. Время ее сжато до предела. Миссия добра и милосердия. Именно таково назначение теплохода клиники. Этой частицы комплекса микрохирургии глаза. Прекрасные глаза каждому. Это и девиз, и реальная перспектива, открытая перед человечеством. Лечение, инструментарий и обучение новейшим методикам офтальмохирургии предоставляет комплекс микрохирургия глаза.